Петрозаводчане до сих пор теряются в догадках, что это было акция протеста, трудовой конфликт или передел сферы влияния. Прошлую пятницу водители 14 и 4 маршрутов, работающих в Петрозаводске, не вышли на линию, а собрались у проходной предприятия, в котором работают. Как объяснили протестующие, они не согласны с решениями руководства в их отношении. Оно якобы доказало их незаслуженно, а в дальнейшем и вовсе хочет уволить. Стихийная забастовка закончилась для многих протестующих в отделе полиции. Стражей правопорядка вызвали представителей руководства транспортного предприятия. Однако на следующий день, утверждают на предприятии, несогласные снова продолжили саботаж. Они стали самовольно снимать машины с маршрута, запугивая других водителей. Директор автотранспортного предприятия вынужден был обратиться к властям с просьбой о помощи. Как все было на самом деле, какова судьба протестующих и как сегодня работает предприятие? Об этом в программе «Важная тема» нам рассказывает директор автотранспортного предприятия Виталий Вайканов. Виталий Викторович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, ваше предприятие. Какие маршруты обслуживает? Сколько человек работает и сколько машин? Наше предприятие обслуживает 4, 14, 18 и 5 маршрут. Работает порядка 100 водителей, около 100 машин. Пазики, Газели, Мерседес Принтер, Форд Транзит и китайский автопром. Наше предприятие уходит сейчас все-таки от старой техники, обновляем парк, автобусы все более новые и новые выходят. Ну и опять же, мы постараемся переходить на полностью среднюю вместимость, ну это то бишь свыше 18 посадочных мест автобуса. А не кажется ли вам, что машины на 14 и 4 маршрутах ходят слишком часто? Ну слишком часто тоже это понятие растяжимое, как часто. Они ходят через 6 минут, но бывает, что каждую минуту машина на Ленина попала в пробку, а вторая машина, которая за ней ехала, например, на Святофоре, ну раньше проехала, как бы в пробке меньше простояла. И вот они, получается, друг друга догнали. Это все-таки «Газели», это не «Пазик». Почему речь ведется о том, что переход полностью на среднюю вместимость, чтобы не было вот этих гонок. Все-таки «Пазик» это уже машина и серьезнее, и по габаритам, и по весу. И так быстро ездить, как некоторые у нас старые водители, которые уже были увольны, просто носились раньше. Я думаю, петрозаводчане это все видели и знают. Я ничего здесь не придумываю. Расскажите, пожалуйста, какие технические требования предъявляются к вашим автомобилям? У меня на предприятии работают аттестованные механики. Утром и вечером они производят полностью осмотр транспортного средства на выявление технических неполадок. Проходим государственный технический осмотр раз в полгода. Это по закону автобус обязан. И мы поддерживаем уже механики. После осмотра, если выявлены какие-то неполадки, то уже тогда у нас договор заключен с фирмой по ремонту, и они уже тогда ремонтируют. Из-за каких неполадок машины на линию вообще могут не выпустить? Если протектор на резине менее двух миллиметров, это тоже считается неполадкой. Лобовое стекло трещина, это тоже считается неполадкой на данный момент. Как бы не горящая лампочка, подсветки номера, это тоже неполадка. Как бы машина останавливается и уже электрик делает. Виталий Викторович, расскажите, как вы набираете работников на свое предприятие? Приходит собственник, мы заключаем договор аренды, и машина работает у нас уже по договору аренды с нашими водителями. Но перед тем, как водителя выпустить на линию автобус, человек пришел устраиваться на работу. Сначала полностью проходит документальная проверка, проверяются у него все документы. Если это гражданин не России, то тогда мы отправляем запрос во ФРНС. Стоит ли у них на учете такой гражданин, и есть ли у него временная регистрация. Ну, что документы это не подделанные. Потому что были такие случаи. А потом уже по технической части проводится работа с водителями-наставниками. Водители стажируются. Водители-наставники ставят отметки о том, как водитель вообще разбирается во всем. И уже после этого начинается оформление на работу и выпуск на линию. Проходит там квартал, например, мы смотрим по нарушениям за целый квартал. И если видно по этим нарушениям, ГИБДД фиксирует. Если присутствует водитель и неоднократно нарушает, то мы проводим разнесительную беседу и все-таки повышение квалификации водителя. Правил дорожного движения. В связи с чем все-таки произошел конфликт на предприятии? Из-за чего рабочие вышли и предъявили какие-то свои требования? Ну, насколько вам известно, наверное, что 5 октября на 25 маршруте пазиком задавили ребенка. В связи с этим на предприятии были проведены ряд мероприятий по повышению контроля за соблюдением правил дорожного движения. Мои работники ответственные выехали на маршруты. В тот же день мы еще получили жалобу с администрацией, что водители отстаиваются напротив столицы в неположенном месте. И плюс посадка-высадка пассажиров водители производят. Есть даже фотографии. И на основании этого мои недолжностные лица выехали на маршрут и выявили водителей, которые нарушали это правило дорожного движения. Этим водителям был объявлен выговор. С которым они отказались ознакомиться и подписаться. И по итогу, не знаю, что их сподвигло, они выехали на маршрут, поставили свои машины, выехали на маршрут, начали останавливать другие автобусы, где ответственные водители, высаживать пассажиров и отправлять машину в парк под угрозой физической расправы водителя. Водители испугались, естественно, поехали, поставили машину в парк. Мною в четверг был звонок сделан в УВД, когда я на древлянке группу этих водителей видел порядка 20 человек. В УВД мне было сказано, пишите заявление. Я после этого позвонил в 062, телефон доверия, насколько мне помнится, там стояло сообщение на автоответчик. Утром в пятницу у меня выехало порядка 19 машин, через час они вернулись в парк, объясняя тем, что угрозы в их адрес продолжаются, и они боятся за свое здоровье. У всех семьи, у всех дети, все работать хотят. Около, наверное, 11 часов дня эта группа водителей, порядка 20-30 человек, встали здесь в проходной и перекрыли въезд и выезд на территорию. Частные машины они проезжали, а автобусы они останавливали и угрожали водителям. Водители все-таки не выезжали. Мною была вызвана полиция, которая забрала, насколько мне известно, порядка 24-х человек и отвезла в Первомайское РУВД. Когда они приехали ко мне разговаривать, я им, грубо говоря, объяснил, за что им были сделаны выговоры. Это, в частности, за стоянку у столицы. Это отстои в неположенном месте, не на конечной станции, и плюс посадка-высадка пассажиров в неположенном месте. Еще акцентирую внимание, что на 25-м маршруте посадка, вот когда случилась трагедия, остановка была в неположенном месте. На это мы им акцентировали внимание. Они, грубо говоря, на повышенных тонах как так. Мы всю жизнь там привыкли работать, и мы хотим там стоять. Иначе мы вообще не будем выезжать на работу. Посадка-высадка пассажиров вообще должна занимать полторы минуты. Всякое бывает, что я-то тоже не могу водителей наказывать, потому что есть бабушки. Да, там в пазике ей проще зайти, а с газели ей проще, ну, тяжелее выходить. И из-за этого только может быть задержка. Я в каждую машину не могу наблюдающего посадить. Но самое основное, чтобы посадка-высадка, это разрешено правилами дорожного движения, но стоять рядом с остановочным пунктом, это запрещено. И как бы мы боремся только с этим, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения. По их словам, я им должен был разрешить пересекать все сплошные, стоять где захотите, ехать, ездить как хотите. В ночное время машины не держать на стоянке, хотя по закону мы обязаны весь свой парк держать на стоянке автопредприятия. В ночное время суток. Машина не имеет права стоять где-то в городе, кататься, либо еще что-то. Есть исключение, действительно, что есть там дежурные машины, которые ночью работают. Ну, это ночью они вывозят работников предприятия по определенному маршруту, чтобы они домой добрались. А утром точно так же медперсонал и водители, дежурные машины привозят обратно. Но все равно в ночное время они стоят здесь, они просто ночью переработают еще. И как сейчас решается вопрос на предприятии с этими работниками, и как работает предприятие? На данный момент все в порядке. Автомобили в нужном количестве работают на линии. Это группа водителей, которые не уволены. Как многие пишут, что они уволены. Они не уволены, я их не имею права сам уволить по собственному желанию. На них написано докладные, что они уже пятый или шестой день не появляются на рабочем месте без уважительной причины. Докладные эти есть, я их видел. И сейчас будем уже с трудовой инспекцией это разрешать. Если они никак не подтвердят, что они на больничном были, еще там где-то, то тогда придется их уволить уже. И вот насколько мне стало сегодня известно, вчера вечером уже инспекторы ГИБДД остановили машину за работу без документов. Но какие меры они приняли в отношении этого водителя, пока мне неизвестно. Машина была, с ней был расторган договор аренды. Машина была забрана собственником. Это не наша машина, договор мы разорвали. И на этой машине без путевого листа, без должного осмотра медиками водителя, без осмотра механика на техсостоянии автомашина просто работала и возила пассажиров по городу. Уважаемые граждане, хотел еще акцентировать внимание. Мы во всех наших автобусах повесили объявление. Если у вас есть какие-то жалобы на водителей, на техсостояние автомобиля, если водитель вам нагрубил, курит за рулем во время движения, там указан номер, звоните, мы будем предпринимать меры. На этой неделе вы выступили на планерке в мэрии. Вас пригласили туда? Я сам пришел с просьбой акцентировать внимание на работу вот этих нелегальных машин, как я их назвал. Без документов, без всего. Потому что со стороны закона я сам не имею права их останавливать и отбирать какие-либо документы. Я не инспектор ГИБДД. Эти документы имеют право проверить инспектор ГИБДД, либо транспортная инспекция. Спасибо, Виталий Викторович, за то, что ответили на наши вопросы. Я желаю успехов вашему предприятию. Спасибо, до свидания.